Удивительное дело, как принято говорить широкая общественность и пресса могут днями и даже неделями обсуждать мелкие скандалы, ну, к примеру, последствия пищевого отравления в Энской воинской части или каком-то детском садике. И в то же время сейчас не замечают масштабы, гигантские масштабы техногенной катастрофы в Мексиканском заливе у берегов Соединенных Штатов. Воспринимают это как нечто внеземное. Слава Богу, так не ведут себя специалисты «Лукоил», «Конград», «Морнефть». Здесь напомнили вашему корреспонденту, что тщательно отслеживают ситуацию в Мексиканском заливе. Ведь нефть на шельфе Балтики добывается по аналогичной технологии не только России, но также Польшей и Германией. Если сравнивать, будем говорить, эксплуатацию, у них авария, по-моему, произошла, насколько мне известно, в процессе бурения скважина была, просто-напросто произошла какая-то, будем говорить, нештатная ситуация, произошло возгорание, поэтому произошло и разрушение металлоконструкции. Теперь у них проблемы с, будем говорить, ликвидацией нефтегазопроявления. В нашей ситуации у нас процесс бурения закончен на платформе. Мы уже удачно добываем нефть на протяжении шести лет. Соответственно, само оснащение платформы Д-6 Кравцовского месторождения обеспечено клапанами-отсекателем, то есть комплексом противофонтанного оборудования. То есть риск минимальный. Кроме того, осуществляется и космический мониторинг, космический мониторинг поверхности в районе Д-6, снимки получаем. Кроме того, происходит обследование трубопровода раз в четыре года, это внутри трубное обследование. На сегодняшний день продолжается обследование водолазными службами Луково-Калининград-Морнефть наружного состояния трубопровода, который пролегает на дне Балтийского моря. То есть вот этот весь комплекс мероприятий и позволяет, хочу добавить, также еще существует у нас договор, по которому институт Крайншельф совместно с нашими водолазами надзирает за опорными блоками каждый год по определенным опорам. То ли это, будем говорить, жилой модуль, то ли это технологический модуль. И вот это все мною перечисленное дает нам мнение говорить о том, что у нас платформа сегодня защищена. То, что произошло, будем говорить, в Мексиканском заливе, это трагедия, будем говорить, для жителей того континента. Но это не значит, что мы, россияне, да и другие, наверное, народности, да и страны, должны отказаться от добычи нефти и бурения на шельфе.